Есть абсолютно циничное объяснение с российской стороны, зачем они ударились сегодня по дому в Харькове и по другим домам. Об этом поговорим, но немножко позже. Что сейчас важно? Да, российская армия ни сегодня, ни завтра не остановится. Но чем дальше, тем больше у них таких вот звоночков, которые превращаются в колокола, которые свидетельствуют о том, что все эти рассказы о том, что у них безлимит на людской ресурс, то есть на мясо для мясных штурмов, это неправда. Все больше и больше, особенно после последнего скандала, как эти мудрые российские командиры отправили на мясо двух беспилотчиков, их там было 12, но больше всего говорят про двух. Так вот, выяснилось, что в качестве пехотинцев у них отправляют всех. И военнослужащих РВСН, ракетные войска стратегического назначения, и ВКС. Да, есть и экипажи кораблей, которые бегают с автоматами, как обычная пехота. Там же еще специалисты РЭП, РЭР. Ну, в общем, есть мнение, что для российских солдат наличие какой-то редкой специальности, это что-то, ну, типа проклятия. Потому что, если опытный командир, он дерево, да, тук-тук откройте, то он не знает, что делать с этими специалистами, тем более, действительно, РВСН же в войне участия не принимают, а там есть еще живые солдаты. Ну, и есть мнение, что РВСН, то есть ракетные войска стратегического назначения, то есть это любимая тема Путина, ядерная кнопка и все эти дела, что это так и останется неиспользованным. Почему? Да, потому что в Москве подумали, как же им ответить на обсуждение решения предоставить Украине ракеты для ударов вглубь страны. И ничего лучшего не нашли, чтобы выпустить безумную Машу. В данном случае символика. Ну и, естественно, красный цвет сейчас, мне кажется, самое актуальное, чтобы наши медруги понимали, что мы раснастроены решительно. Да, если кто-то когда-то будет рисовать русскую смерть, то они нарисуют Марию Захарову. Некоторые называют ее ***, но мы тут не будем никого цитировать. Она прекрасна в своем безумии всегда. В отличие от Оли Скобеевой или Маргариты, это истинный солдат Рейха. Она действительно в это верит. Там есть единственный момент, когда она красный, недруги и все такое. Она, наверное, хочет сказать, что у нее кровь другого цвета. Но тут нужно проверять все опытным путем. Именно поэтому мы продолжаем наш сбор для 104-й бригады. Они сейчас на Курском направлении. Заказали 50 FP-ветронов. Часть мы собрали вчера. И нужно постараться еще. Все ссылки в описании. Ну и, соответственно, наводите на экран на штрих-код, на QR-код. И можете поучаствовать в этом важном и принципиальном деле. Мне тут на PayPal Людмила, Виктория и мой зритель под ником Utax прислали в сумме 300 долларов. И я обязан прямо сейчас перевести эту прекрасную сумму от прекрасных людей. Ну, давайте сделаем вот так вот. Оп. Что у нас? Банку пополнено. И, соответственно, мы делаем вместе важное и правильное дело. Продолжаем, поддерживаем армию. Ну и подписка на канал никогда не будет лишней. Так вот, вернемся к ракетам. Значит, ответ понятен. Вот, МИД пригрозил кровью. И мы тут тоже в таком немножечко расстроенном состоянии. Потому что, ну, все почему-то настроены были на то, что еще чуть-чуть, еще немного. И будет официально дана команда использовать все возможные дальнобойные ракеты. Дальнобой по российским объектам. И по ракетам такая разная информация. Ни да, ни нет. И многих это расстраивает. Тем временем, между прочим, на болотах некоторые пытаются дать заднюю, чтобы Москву не бомбили. Но я просто хочу вам привести один такой пример, который очень четко фиксирует, что информационное пространство, оно очень часто живет, но отдельно от происходящего на линии фронта. Вот, да, мы все немножечко ругаем Байдена за то, что нет решения по Джасам и Шторм Шэдоу. Но вот посмотрите. А что это такое? Вот такое, казалось бы, простенькое видео. Какая-то избушка, что-то прилетает, и избушка разваливается. Избушка достаточно большая. Как заявлено авторами, там была масса российских солдат. И после прилета бомбы, очевидно, многие из них отправились к Маслякову на просмотр последней серии КВН. Только нюанс в чем, что это А. Курская область. И Б. Это ГБУ-39. То есть, это я к чему? Что, с одной стороны, дискуссия о том, что можно ли вбить по России и вглубь России, она ведется. С другой стороны, понемножечку эти бомбы, в том числе американского происхождения, начинают уже лететь здесь и сейчас по России. Я прекрасно понимаю о том, что по планирующим авиабомбам они нас опережают многократно. Но так будет не всегда. Еще раз, решение военно-технической задачи, чтобы не терроризовать российскую авиацию, но это решение номер один. Об этом говорят и эксперты, и военные. Кирилл Буданов об этом говорит. Командующий вооруженными силами не говорит. Но тут надо не говорить, а искать решение. И вот мы его все вместе ищем. Так вот, на болотах они как-то начали немножечко все дребезжать в связи с тем, что сама мысль обсуждения ударов по российской территории, она уже норма. Она норма и для россиян в том числе. Все к этому привыкли. Мы их понемножечку по этому вопросу выварили. И заднюю было поручено дать Дмитрию Пескову, который чисто формально является ртом Путина. Хотя ртов у Путина много. Знаете, вальяжные дискуссии министры иностранных дел США, министры иностранных дел Великобритании, которые вот так вот рассуждают, что, ну, может быть, мы разрешим наносить удары нашим оружием по России. И рассуждают, на какую глубину. И у людей возникают вопросы. А нам не пора ли, может быть, на официальном уровне уже тоже начинать рассуждать о том, куда им может чего прилететь в ответ? Такое впечатление, что на каком-то этапе Павлика Зарубина начали вербовать украинские спецслужбы. То есть, что он спрашивает у РТА Путина? У людей возникают вопросы, не слишком ли сильно нас того, ну, и в Курской области, и не только в Курской. Еще раз, ситуация на фронте очень сложная и едва ли ситуация изменится очень и очень быстро. Но как-то, понимаете, тут не то, что блицкригом уже не пахнет. В эфирах российского телевидения прямым текстом говорят, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет нейтральным государством. Да, там этот Дима Медведев говорит, ну, тогда надо уничтожить Украину. И вроде бы все не против этого, но они банально не могут это сделать. Нет для этого ресурсов. Значит, сейчас последнее поручение Путина освободить Курскую область. И там, да, ситуация такая. Военные говорят, сложная, но контролируемая. Мы вот эти вот штампы использовать не будем. Там смысл в чем, что они пошли в направлении Цнагость, Любимовка, в контрнаступление, и все задаются вопросом. А как же они переправились через речку Сейн? Ну, я не настаиваю, что это стопроцентная вероятность того, что я скажу сейчас. Потому что мосты действительно разобрали. Понтонные переправы тоже разбираются очень-очень оперативно. В том числе с помощью бомб ГБУ-39. Ну, там и Хаймарс летят, много там чего летит. Все это, как вы понимаете, заморского производства. И поэтому у Пескова спрашивают вот такие глупые вопросы. Значит, по моей информации, ее надо все-таки проверить еще в одном месте. Я подумаю, как это сделать. Как они через речку-то Сейн переправились? Там же вверх по течению, в районе Курчатова, там где Курская атомная электростанция, там у них находится озеро для охлаждения и для других технологических вопросов, соответственно, атомной электростанции. И там стоят шлюзы. И они эти шлюзы чуть-чуть закрыли и часть воды направили, соответственно, в эти искусственные водоемы. И это дало возможность на какое-то время понизить уровень реки Сейн. Так ли это? Я еще раз не знаю, но логика в этом есть. Соответственно, они нашли несколько бродов, чтобы переехать на технике, на танках и БМП своим ходом. Для многих эта поездка была последняя, и это правильно. Но если это хитрость, о которой я вам рассказал, российских нацистов, она верна. Но они же не могут в эти искусственные водохранилища набирать воду вечно. Рано или поздно польется через край. Но пока не полилось, соответственно, мы наносим им удар в фланг. Вою на тему, что украинская армия зашла в веселое и движется в сторону Глушкова, очень-очень много. Если вот опять же посмотреть на карту вот этой части Курской области, там еще Теткина, которая будет скоро переименована в Дяткина. Они там вообще, наверное, грустят. Они-то там нормально налили бетонных позиций различных. Это правда. Но если к ним придут из тыла их и скажут «добрый вечер», то, наверное, кто-то будет очень-очень удивлен. Давайте вернемся к усам. Значит, Пескову задают вопрос. Что же дальше? Может быть, мы тоже что-то сделаем, будем бомбить и так далее. Ну, классическая российская тема, что нужно как-то отомстить. И вот тут опять же начинаются эти разные показания. И если бы российский народ, российское население, они хотя бы чуть-чуть анализировали факты, то задались бы вопросом, а не пора ли вынести Путина из Кремля, как? Очень просто. Вперед ногами. Слушайте, у нас хватает специалистов, экспертов, весьма-весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Например, в одной из газет было опубликовано интервью Караганова, который продолжил свою знаменитую линию, которую он всячески озвучивал и отстаивал в ходе Питерского экономического форума. Поэтому у нас хватает таких рассуждений. Но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты. Возможно, Дмитрий Сергеевич Песков, он ищет новую работу и пойдет директором КВН. Да, вот эта вот фраза. Все хорошо, прекрасная маркиза, ничего не происходит, все цели специальной военной операции будут достигнуты. И вот, опять же, если посмотреть на стоп-кадр, он же ржет. Почему? Потому что он знает, что это бред, и все знают, что это бред. Почему? Да потому что тут такое открытие вдруг сделали прям там, прям на болотах. Курс показал, что у нас не вполне обустроены границы. С границами вообще беда. Тут-то у топ-пропагандистов, людей, которые просто восхваляют маньяка из со всех сил, ну, чтобы остаться самим тоже живым. Так вот, например, Владимир Мудозвон, смотрим, телеканал, Соловьев Лайв. А ну-ка, давайте-ка посмотрим, а что у них там появилось? Что тут за раздел такой? Какой-то он странный, правда, этот раздел? Значит, обстановка в приграничных регионах. Курская область, сбито 5 БПЛА, Белгородская, 1 БПЛА, Брянская, 15 БПЛА, Смоленская, 4 БПЛА, и ростовская система ПВО уничтожила 1 БПЛА, как рассказывают в Рунишке на этом телеканале. Тут сразу хочется сказать, вы видите, как оно поменялось у них? Украинские регионы в приграничные они уже не вписывают. Это же так просто. Ну, и я, конечно, ни на что не намекаю, но со Смоленской областью или будущей СНР, Смоленской Народной Республикой, ну, мы все-таки не граничим. Ну, да, с Белоруссией они граничат, а с нами нет. Ну, таковы реалии против географии не попрешь. Так вот, когда Песков говорит, что все нормально, как это, деньги есть или деньги есть, но ума нет, то, например, такие прекрасные издания, как The Time, опубликовали карту объектов РФ, по которым могут доставать британские ракеты Storm Shadow. Опять же, Крым и оккупированные другие части, они вообще выносятся за скупки в данном случае, потому что, да-да, летит, да, летело, летит, летит и будет лететь. Ну, вы понимаете, перифраз какой-то фразы. Но они тут почему-то сосредоточились непосредственно на российской территории. Ну, тут даже Москва вот обозначена на этом прекрасном плане. Слушайте, давайте еще раз внимательно посмотрим на этот план, и я вам сейчас расскажу, откуда готовилось нападение. Так вот, получается, что в 250-километровую зону действия этих ракет попадает 14 российских аэродромов, среди которых «Шайковка». Ее в последнее время не используют, или очень ограниченно используют для старта ударных российских самолетов. Почему? Потому что цыкать надо. Один НПЗ, ну, с НПЗ, понятно, надо закрывать, и даже входит туда штаб военного округа в Ростове-на-Дону. Это тот штаб, где сейчас одиноко бродит тень. Евгения Пригожина, который там рассказывал российским генералам, как надо жить, они его не послушали, потом он умер. Перед этим несколько пилотов российских умер, и еще там был недомаша на Москву. Так вот, я подумал, что было бы неплохо рубануть туда. И вообще-то в Ростове-на-Дону как раз и находится главный мозг ведения этой операции. Не просто так туда Путин время от времени наведывается, делает он это исключительно ночью. Почему? Потому что понимают, что Ростов-на-Дону в зоне потенциального удара. Приходит, щуки надувает, и требует срочной и очень-очень быстрой победы. Значит, важно, важно все-таки сказать, мы с этого начали, почему Раша-нация бьет по украинским городам и домам в этих городах. Бьют по домам. Ну, есть такая вещь по жилым домам. Да, действительно, дестабилизация тыла. Это одна из военных задач. Это я к тому, что все они понимают. Это не случайность. И вот таким вот образом они хотят дестабилизировать ситуацию в Украине. Еще раз, этому нет прощения ни во время войны, ни тем более после. Но надо сказать, да, спасибо, что они такие российские нацисты. Они очень откровенные. Они вообще, а, ничего не стесняются, б, ничего не прячут. Вся сущность и сущность она на виду. Так вот, они же собрались победить, да, нас. Песков говорит о том, что все идет по плану, силы есть, бабки есть. Тут насчет силы еще раз. Скажите мне, они просто так, думаете, военнослужащих ракетных войск стратегическое назначение переводят в пехоту? Потому что нужны люди. Люди. А если их расходовать с такой скоростью, как сейчас делает российская армия, ну, тут, как это, хоть принудительно чеченские ребята из плена вернутся и будут облотворять всех российских женщин, все равно солдат не хватит. И самое главное, вот еще раз, давайте просто зафиксируем, что, ну, это объективно перелом этой фашистской пропаганды. Они прямо фиксируют нам, что им, Украину, не победить. Не будет ни нейтрального статуса, ни других тех хотелок, о которых говорит Песков, ну, а ему вечером под усы нашептывает это Владимир Путин. Вот развивается второй трек, давайте проводить мирную конференцию. А зачем нам мирная конференция? Мы сейчас не можем вообще проводить мирную конференцию. Пока Курск, да даже я бы сказал не Курск, я не верю в нейтралитет. Я неоднократно говорил и много буду повторять. Я не верю в том, что в современном мире может быть нейтралитет. Я не верю, что Украина, которая подпишет любое соглашение, даже соглашение о капитуляции... Кого? Россия? Последует тому, что она будет нейтральной. Они будут обучать своих солдат, они будут обучать летчиков. Ну, в общем, короче говоря, технический состав, все будет обучаться на Западе. А потом здесь вдруг появится, неожиданно появится. Это будет так же неожиданно, как появление украинского солдата в Курской области. Мне нравится этот подход. Видите, удивляются, но опция капитуляции Украины, она не просматривается. Даже вот они, когда мечтают об этом, вот она подпишет, Украина, это проклятое соглашение о капитуляции. А потом будет продолжать готовить свою армию пилотов, и они прилетят и на всех грохнут. И да, в контексте того, что Запад надо шугануть, они в прошлом даже порядочных людей как-то обнуляют. Помните, был такой полковник Ходоренок, до полномасштабного вторжения даже какие-то здравые мысли излагал он на тему, что война – это бред, и этого лучше не делать. То сейчас он пошел по наклонной, и вместе с Дмитрием Медведевым они моделируют удары по Великобритании. И как-то смешно получается. Я бы привлек к удару по объектам на территории Великобритании, обычным оружием для начала, крылатыми ракетами воздушно-морского базирования, надеюсь, удары, например, по трем объектам. Это производственным площадкам концерна МБДА ЮК, которые занимаются производством ракет Шторм Шэдоу. Это, если мне не изменяет память, Бристоль, это Стивенш, и это Болтон. Это вот где производственные площадки находятся концерны МБДА. В этих целях я бы привлек, например, 11-ю и 24-ю дивизию атомных подводных лодок Северного флота, 201-ю тяжелую бомбардировичную авиационную дивизию, удар бы нанес ночью, чтобы избежать, ну, минимизировать жертвы среди гражданского персонала этих предприятий. И снес бы эти производственные площадки, ну, до уровня земли, к примеру. Ну, раз вы так стремитесь нанести удары по нашей территории, то за все в этом мире придется платить. Нужно отдать должность, что это правило, за все в жизни платить, оно универсальное, и в полном объеме касается российских нацистов. Значит, вот у них вот постоянные вот эти вот мысли, что нужно как-то ударить или по англичанам, или по американцам, но при этом, а, страшно, Песков вообще, в принципе, против ударов по странам, где у него недвижимость. Да и сам этот, помет, он тоже, как только кто-то другой предлагает бахнуть по этим государствам, он сам всех успокаивает, говорит, не надо, вывод, мудозвон, а не дурак, а просто мудак. Ну, это, очевидно, тоже не секрет. Мне даже интересно, и мы уже доставили новый айфон, потому что этот любитель радиоактивного пепла, очень айфонозависимый. И это, я знаю, еще по тем временам, которыми сейчас, конечно, уже не похвастаешься. Ну, в общем, суть вот этого, суть или сущность Владимира Рудольфовича, айфоны люблю, Америку не очень. Но в ключевой ситуации по американским базам бить нельзя. Послушайте, они пытаются найти ненужную страну. Ну, как вы можете ответить по военным базам США? Ну, они же везде. Какая разница? Ну, хорошо, они везде. Ну, вот сейчас, хорошо, давайте ударим, например, по арабскому миру. Вы предлагаете нанести удар по военным базам, которые находятся на территории ряда стран, у которых с нами прекрасные отношения. Совсем не обязательно арабские страны. Ну, вы имеете в виду, куда ударить? Какая самая маленькая, с вашей точки зрения бесполезная страна? Чем туда долететь, чтобы это принесло хоть какой-то ущерб? Какое ваше мнение, какая страна ненужная, лишняя? Мое скромное мнение – это Россия. Подписывайтесь на мой тюканал, называем здесь вещи своими именами. И еще раз вас призываю поддержать сбор для 104-й бригады. Мы там больше 200 тысяч насобирали, но надо больше, надо больше дронов, для того, чтобы в Курской области российские захватчики умерли все. Подписки, до зустречи! Редактор субтитров А.Семкин